всем привет дорогие друзья с вами снова ботик и вы можете наблюдать на своем экране окно редактора валхаммера эдитер это значит что скорее всего я возвращаюсь к маппингу как я этого не хотел говорил что не будет этого но видимо я что-то да сделаю это не просто хаммер которого мы привыкли хаммер 35 это хаммер из стима вот он это counter-strike global offensive sdk то есть мы скачиваем это sdk нас открываем его появляется окошко с выбором одной из четырех программ хаммер как раз ну как раз камер нам и нужен и что сразу мы замечаем все то же самое я как бы открываю по-моему третий раз и сейчас буду знакомиться вместе с вами с ним давайте попробуем сделать нашу стандартную карту которую я давал своих первых уроках поставим шаг сетки побольше все то же самое благо так или как у нас больше ставится не помню плюсик или минус а плюсик так я кстати либо мне кажется либо я настолько отвык либо тут с размерами поля немного другая ситуация обстоит потому что вот насколько я помню если сравнивать с 16 вот этот вот квадратик он достаточно маленький здесь так получается что он не такой уж и маленький и в общем увидим надо поставить камеру так там получается просто гигантских размер может как раз вот это ерундень за это отвечает да я крутил видимо с размерами точно поигрались то есть относительно 16 либо я уже просто настолько забыл поставим еще поменьше и потоньше вот мы сделали основу для ну и это сейчас как бы не урок это просто обзор редактор я показываю не то что показывает знакомлюсь с ним сейчас и решил показать вам как я с ним знакомлюсь создам-ка я анти первый наш объект так помещу его вот сюда где он вот шикарно поставим вот сюда видим у нас сразу создался террорист инфоплеер дэдматч по моему было 1.6 а здесь он инфоплеер террорист так поэнти я потом пробегусь это тоже запишу на видео создадим второе энти также создается террорист но зачем нам два террориста поместим его сюда вот и попробуем методом тыка но я думаю будет ясно обозначен инфоплеер а инфоплеер старта ставили или я путаю я думаю городом приман либо так давайте поищем губы нти который будет а вот он контр террорист видимо так да не интересно зачем редакторе глобал оффенсив гордон приман потом погуглю наверно насчет этого так попробуем добавить свет так попытаюсь light дирекшн у нас по моему это точечный источник света у нас не помню друзья уже вообще ничего не помню дирекшн лайт это у нас направленный видимо источник света ну как поместим солнце лучше всего солнце я помню как у нас означается байву так и попробую создать небо по принципу коробки если здесь так еще можно текстура sky ухты 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 ну-ка попробуем skybox не знаю друзья что получится я даже если честно еще только сейчас вспомнил что это все же придется компилировать а я не помню кстати пока дошел до этого они насколько я вижу убрали сочетание клавиш control h которое позволяло сделать полость скажем так в нашем объекте теперь приходится нажимать правой клавишей по объекту и жмякать мои холл ага вот так вот у нас получилось ну как же это все скомпилировать тук я если честно в 1.6 никогда не компилировал ну 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 отлично так и и и ну 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 а открывается окошко стим видимо должна быть запущена игра и видимо все увидели мой стим добавляйте друзья мой аккаунт поиграем вместе я буду рад так но я хочу чтобы карта запустилась так друзья я попробую запустить глобал офенсив я не знаю как бандикан захватит его ну попробую и после этого попробую уже запустить карту в самом редакторе может откроет не знаю так run map и опять открывается окошко стим видимо так а а mob и отмена tools options путь для игры ну-ка нет путь для игры стоит не тот румов это путь для игры стоит не тот стим где там steam apps fgd где они хранятся я не помню так нет тыка ну видимо так я понимаю рано что он делает так ну сейчас я поставлю бандикан на паузу разберусь и продолжим итак друзья я разобрался у вас таких проблем быть не должно у меня они появились из-за того что я использую два steam клиента и в одном кс гоу не было я не знаю что сейчас захватывает мой бандикан а черт что же он захватывает гадский бандикан я хочу показать вам карту так цель и друзья так так мы запустили карту у вас как я уже говорил не должно быть проблем таких как появились у меня с тем что компилятор не мог запустить игру потому что эти проблемы у меня были только из-за того что то я использую два steam клиента и в одном из них нету игры поэтому нечего было запускать игре компилятору простите если не вот это вот моя проблема мы можем сделать вывод то что компиляция по сравнению с 1.6 упростилась в разы еще я сейчас обнаружил такую штуку что мой микрофон все это время очень хорошо записывал мое охлаждение моего компьютера поэтому простите пожалуйста что я опять плохо записал звук я надеюсь все будет понятно больше такого не повторится и я начинаю новый цикл уроков блин моя карта сменилась так вот 1.6 я закончил к сожалению я посвящаю цикл уроков посвященному кс гоу единственное что нам по сути с вами осталось основы как я понимаю сохранились со времен со времен 1.6 нам с вами осталось лишь только разобрать новые анти объекты новые свойства старых анти объектов из кс 1.6 такой же я криворукий игрок в принципе все разберем это и маппинг остался на том же уровне все прежнее единственное что здесь ну как я думаю в 1.6 мы могли сделать карту не прибегая к никаким 3d редактором 3d моделирования но здесь вы сами видите чтобы карты смотрелись более живо тут большая часть этого как я думаю это как раз 3d модели потому что я не думаю как можно обычными кубиками выложить вот это конечно можно продолжить клепать такие же карты как были в 1.6 но я думаю неинтересно будет тем кто будет играть на вашей карте смотреть кучу квадратов в принципе на этом все я совершаю свой такой спонтанный даже не урок а обзор такой краткий редактора кс гоу ждите продолжения всем пока